Книга «Открытым оком», 4 том, вопрос 1232, тема Святая Библия. Слова апостола Павла, 2 Фессалоникийцам, 2.15. Итак, братья, стойте и держите предание. Сектанты объясняют, что здесь говорится о священном писании Нового Завета, которое тогда еще не было записано. А православные говорят, что здесь речь о священном предании, то есть о том, что не вошло в Писание. Как правильно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. До Моисея все, что было известно людям о творении мира, огой о греха подемения, о потопе передавалось устно. Слово «передавать» означает «изустное предание», и только потом оно стало писанием, через изложенное в письменном виде Моисеем в пяти книгах. Все научение Христа вначале было устно и называлось преданием, предавалось из уст в уста, и только позже, после сошествия Духа Святого, все это было записано, и так появилось новозаветное Священное Писание. Предание и Писание – это одно и то же. Нужно помнить, что память древних людей была удивительна. Они помнили дословно, как им было сказано, и их дети точно так же сумели передать эти данные неповрежденными. Второзаконие 32, срок 6 «Тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнить все слова закона сего». Иоанна 14, 26 «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Лука 1, 2 «Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова». 1 Коринфянам 15, 3 «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христус умер за грехи наши по Писанию». Апостол Павел напоминает коринфянам, что вначале он учил их устно, и это его учение называлось преданием, было им передано, а затем это же самое он им пишет уже на бумаге. Вот об этом предании апостол Павел напоминает им. В данном случае баптисты правы, а мы не правы. Но есть еще предание старцев, то, что не входит в Священное Писание. У нас эти предания наших православных царств называются священным преданием. Вся беда в том, что у этого понятия священного предания нет четких границ, и нет даты, когда и какое слово и кем конкретно было зафиксировано на бумаге, как предание. И вот в этой области полный простол был у патриархи Никона. Священное Писание стояло в стороне, и он к нему даже не притронулся. Что же касается крестного знамения, это тоже из священного предания. И предание ему статус апостольского предания ничем не меняет. Житие святых показывает, что крестное знамение было в апостольские времена, но никаких доказательств того, что над священным преданием бодрствует сам Бог, как над своим словом, что к нему ничего нельзя добавить, ни убавить, нигде нет. Иеремей 1,12 Господь сказал мне, ты верный видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Поэтому требовать от сектантов непременного исполнения предания мы не можем, только бы они не говорили ничего против него. В этом свобода. Субтитры создавал DimaTorzok